Всем привет, я Даша. Сегодня я буду рассказывать о двух книгах, которые я прочитала за эту неделю. С одной из них вы уже знакомы, поэтому я не буду особо распространяться. Пару месяцев назад я снимала свой отзыв на книгу «Пионовая беседка. Наша влюблённая пион» автора замечательно талантливая, отдалённая Лиза Си. Читала в электронном виде. Книга оказалась такой потрясающей и шикарной, что мне захотелось её непременно иметь в натуральном виде у себя, в личной библиотеке. И теперь моя мечта сбылась. Люблю эту историю, сил просто моих нет. И в прошлый раз я читала очень-очень быстро, просто голубым по Европам, буквально поглатывала текст, потому что мне хотелось поскорее узнать, как это будет всё развиваться, чем это всё закончится, вот эти все события, они в такой степени необычные и поразительные, что я реально неслась из-за всех ног, если так можно выразиться, о процессе чтения. Но теперь, когда я знаю, чем там всё заканчивается, как эти события развиваются, я читала более вдумчиво, более серьёзно, больше вещей осознала, как бы глубже прониклась и более рационально отнеслась к этой книге. То есть это уже не были одни только эмоции, это были ещё и какие-то переросмысления. О чём это история? Наш проводник по книге, главная героиня, она живёт в Дурининг Китае, и, пожалуй, условно книгу можно поделить на две части. В первой из них девушку зовут Пион. Пион нам показывает, как обстоят дела в женских покоях, так называемых, Длинного Китая, как походила жизнь у девушек того времени, рассказывает о традиции бинтования ног, чтобы они имели форму золотых лотосов. Это вообще отдельная история, погуглите, если вы не знакомы с такой китайской традицией, причём она жила свет достаточно поздно, чуть ли не началась с этого века, и всё это, конечно, безусловно, очень-очень занимательно и интересно. Но вторая часть гораздо любопытнее. Она рассказывает нам о представлениях древних китайцев, о загробных жизнях. Для меня это представляет отдельный темп, потому что я вообще увлечена всем, что связано с мифологией. Загробная жизнь — это неотъемлемая, очень важная часть мифологических представлений. И всё это рассказывается и показывается с таким вкусом, с таким интересом, с такими поразительными нотками. Вы просто... Вот вы знаете, очень кстати, что скоро родительский день, относительно скоро. И я вас умоляю прочитать эту книгу до наступления этого дня. Тогда, может быть, вы более серьёзно и глубокомысленно отнесётесь к данному событию. Я вообще считаю, что абсолютно каждый человек должен уважить своих предков этот день. Обязательно съездить на могилку. Если вы живёте достаточно далеко от места погребения, то хотя бы раз в три года, я не знаю, можно же вернуться. Далее, на этом, пожалуй, закончим. Я оставлю в самом видео и в инфобаре ссылку на своё видео несколько месячек давнее назад про эту же книгу. Тогда я была более такая эмоциональная, а сегодня, так я сказала, более рациональная, наверное. И следующая книга, к которой мы перейдём, на самом деле, я её дарила своей маме на, по-моему, 8 марта. Она как бы обожает детективы читать, просто вот хлебом не корми. И такая аннотация была, что понравится всем любителям Гарри Поттера и Шерлока Холмса. Мама Гарри Поттера не фанатка, но она ценит эту серию книг. Джекоби, друзья мои. Джекоби называется эта книга, автору Уильям Риттер. Повествование ведётся от женского лица, которая, собственно, является главной или почти главной героиней, но, наверное, всё-таки главной этой истории. И вы знаете, я когда читала эту книгу, у меня сразу сложился образ главного героя из «Фантастических тварей». характеры немножечко отличаются, но когда я читала действия мужчины, который возглавляет одно детективное детство, необычное очень, он вылитый просто в главного героя «Фантастических тварей». Ньютон Соломандра, по-моему, его зовут. Я просто не фанатка. Я так, один раз посмотрела, и вот. Могу перепутать, извините, если что. Так вот. Ну вот, я когда читала, у меня постоянно было ощущение, что автор является фанатом этих «Фантастических тварей». И, возможно, даже с начала эта книга была каким-то фанфиком, ну или просто автор слишком проникся «Фантастическим тварем» и нечаянно создал нечто такое. Ну вот, а может, я вообще заблуждаюсь, но вот главу этого детективного детства я видела в нём этого главного героя «Фантастических тварей». В чём необычность этого детективного детства? Дело в том, что его хозяин видит всяких существ, которые мы знаем по мифам, домовые, ленши, красные колпаки, кто там, бандши, ну вот все вот эти вот создания волшебные, он их видит, а люди обыкновенные их не видят. Вот место действия США, и туда прибывает из Европы девушка. Кстати, до этого, если вам интересно будет, она была на раскопках на территории Украины. И она приезжает на американский континент и отчаянно ищет работу. Никуда её не берут, и только она замечает объявление о том, что детективу требуются системы. Ну и понеслась. Как вы понимаете, преступник необычный человек. У него, он, так сказать, тот, кого может видеть и распознавать Джекоби, по имени которого и названа книга. Я надеюсь, что достаточно вас заоткрывала. Книга неплохая, но не горю пока. И, вы знаете, я надеюсь, что книга будет продолжение. И, судя по всему, как она закончилась, там есть такие намёки, что будут ещё дела. По крайней мере, у меня создалось ощущение, что у автора в мыслях уже есть какие-то задумки, или он просто мечтает о том, что книга будет иметь успех, и, значит, можно будет написать и продолжение. Я надеюсь вместе с ним на это. Вообще, на самом деле, если бы я прочитала книгу в электронном варианте, да, она бы мне понравилась тоже, но я бы не стала собирать коллекцию там, но раз уж у меня появилась самая первая книга из этой серии, а я надеюсь, что будет серия, то если автор будет продолжать писать дальше, то я, конечно, буду пополнять свою коллекцию. Собственно, это всё, что я хотела вам сегодня рассказать. Пока-пока и до скорых книг!